Доброе утро, дорогие друзья, братья и сестры! Сегодня у нас 13 июня 2021 года, и мы на беседе с 105. Мы как раз остановились на том самом моменте, когда апостол Павел сделал одно очень хорошее дело. И вот давайте с этого места и прочитаем. 19 глава Деяний, с 10 стиха по 12, с 9. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господен перед народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тиранна. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Ассии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Ну вот, в прошлый раз произошли невероятные события в Ефесе, потому что Божий план или Божья работа в этом городе предполагала большое изменение на всем том, как бы, континенте или месте, потому что оно было очень выгодное, очень стратегически удобное для евангелизации. Бог там производил очень необычные дела. И Павел сделал очень полезное и важное дело. Он, написано, отделил учеников. Какая-то тенденция на сегодняшний день, она, мне кажется, не очень здоровая. Она очень популярная, но я думаю, что Павел как раз ей не увлекался. Сегодня как-то считается за какой-то бонус, я не знаю, приобретение, какой-то плюс для себя, если как можно больше людей, слушателей и последователей соберется под нашими знаменами. И поэтому идет вот это соревнование. А чья же церковь больше, а у кого больше последователей и тому подобное. Как будто Богу важно то, сколько людей собралось в одном месте. И вот как раз за этим Павел и не гнался. Дело в том, что ему было важно, кто на самом деле ученик. Нужно было из общей массы людей, которые собрались там, определить учеников. И с ними нужно было работать. Потому что как раз вся польза заключалась в том, чтобы эти ученики в дальнейшем других таких учеников воспитывали. Они просто люди приходили и проводили какие-то церковные мероприятия. Поэтому апостол Павел совершенно логично, совершенно здраво взял и сделал такую вещь. Он отделил учеников от прочей толпы, от прочей массы народа, которая его слушала. Причем в большинстве своем эти люди, как написано, они стали возмущаться и злословить путь Господен. Ну какой смысл иметь в своей среде людей, которые возмущают, так сказать, мирное состояние церкви или то место, где проповедуется Евангелие для того, чтобы достичь каких-то своих меркантильных целей. Естественно, никакой пользы от этого не было. Поэтому апостол Павел отделил вот этих учеников. И здесь встает такой очень правильный вопрос. Я бы сказал, что он просто напрашивается. Этот вопрос. Кто же такой ученик? Кто такой ученик? Это просто христианин, это человек-прихожанин, это член церкви, это все христиане, это какие-то отдельные христиане. Кто такой ученик? Вначале всех христиан называли как раз учениками. И вот надо разобраться в этом. Павел учил в Ефесе, и когда он учил, считалось, что учениками считаются те, которые следуют за своим учителем. Ну вот у него никогда не приходила в голову мысль, чтобы сделать себя как раз тем лидером, за которым бы эти ученики следовали. Более того, он в послании к коринфянам потом такие претензии или свои огорчения высказывал, и он говорил о том, что это нездоровое явление, если человек называет церковь своим именем, называет движение своим именем, и людей как бы идентифицируется своим именем. Поэтому он говорил, что не нужно делить людей на Павловых, Аполосовых, Кифиных и Христовых. И вот не было у него такое в практике, чтобы Павловы собирались с ним, Аполосовы пусть идут к Аполосу, и пусть они там, так сказать, занимаются своими делами. А в нашей церкви пусть они не говорят об Аполосе, потому что здесь Павел Старший. Ну вот не было вот этого как раз у него в программе. Он говорил о том, что нужно следовать за одним учителем. Он никогда не призывал следовать за собой. В социальных сетях сегодня развилась такая нездоровая практика, когда почти все имеют свои аккаунты или какие-то блоги и своих подписчиков, которых они с гордостью называют своими последователями. Одного такого пастора здесь в Сакраменто на радио позвали и задали ему несколько вопросов, на которых он ответить не мог. И тогда у него спросили, а почему же мы должны вам верить? Почему люди, которые нас слушают, должны верить или прислушиваться к вашим словам, к вашей точке зрения, к вашей позиции? На что он ответил, да вы посмотрите, сколько у меня последователей, около ста тысяч последователей. И тут он сделал небольшую паузу и добавил, на ютубе. Но слава богу, что во времена апостола Павла ютуба не было, и не было вот этих виртуальных последователей. Павел никого не призывал следовать за ним. Хотя однажды в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 4 главе, в 16 стихе, он однажды сказал, подражайте мне, как я Христу. Но это не одно и то же. Что значит подражать? Это значит брать пример или стараться быть похожим на кого-то. Ну вот вам кто-то нравится, или работа его, или манеры нравятся, или его результаты нравятся, и вы хотите быть на него похожим. И это никоим образом не запрещается. Поощряется. Наоборот, апостол Павел, в послании к евреям, он приводит такие выражения, очень ясные. Он говорит, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Евреям 13 глава, стих 7. И вот речь идет о наставниках, которые прошли прежде. Эти наставники занимались вот этим наставлением, учением, воспитанием, вплоть до своей смерти. И когда они уже почили, когда их уже нет с нами, он говорит, вы видите все это облако свидетелей, и вот, пожалуйста, смотрите на них, как они работали, и подражайте вере их. Но это совсем другое. Это не то, чтобы следовать за людьми, а брать пример с того, как они служили Господу. Подследователи и ученик – это совершенно другое. Поэтому и Христос говорил, и в дальнейшем это было совершенно ясно, что один учитель, один наставник и один отец – это Господь Иисус Христос. То есть, подводя итог вот этим рассуждениям, нужно сказать, что никто из нас не имеет права заводить себе последователей, которые бы потом на него ссылались, что этот человек, наш начальник, наш кумир, вот, Светоч, он делает, и мы вот следуем вот этому. Этого не должно быть, потому что это приводит в дальнейшем, и это на практике было уже даже в недавнем прошлом известно, приводит к многочисленным падениям, потому что люди надеются на людей и следуют за людьми. Но как раз апостол Павел призывал людей следовать за Христом. Это суть слова «ученик». Вот этих учеников Господа он и отделил. Они вчера были последователями Иоанна Крестителя, они за ним следовали и исповедовали то, что говорил Иоанн, но теперь они стали учениками Господа. И Павел отделил их от тех, кто злословил путь Господен. Какой смысл находиться в одном обществе религиозном, ну, в той, так сказать, церкви иудейской, где они были, если там масса людей, которые против пути Господня. Все равно, что если бы мы добывали, допустим, золото, мы бы вместо того, чтобы извлекать крупинки или намывать крупинки там где-то на берегах реки, мы бы всю эту массу земли, так сказать, гравия и прочего всего мусора грузили бы на машину и увозили. Какой смысл? Там только крупица этого золота, и нужно его было разделить с тем, что бесполезно. То апостол Павел так и сделал. Он их отделил, и написано, что они начали заниматься проповедью и учением в училище философа некоего тирана. Это не единственный способ или не единственный случай, который в Библии обозначен, где большинство не имеет никакого значения перед Богом. Для Бога большинство не значит ничего абсолютно. Он смотрит всегда на качество, никогда на количество людей. Это было и с Гедеоном, когда собралась огромная толпа воевать с этими врагами Израиля, и они думали, что этой массой мы, так сказать, подавим своих противников. Но тогда сказал Гедеон, пусть они идут домой, и пусть соберется несколько верных людей. Их собралось там 300, и они стоили тех 22 тысяч, которые собрались поначалу. Если бы все пошли, было бы 100%, а от них осталось всего 1,5%, 300 человек. И тем не менее, дело Божье не пострадало. Поэтому не нужно уповать на вот это количество, на большую церковь, и считать, что это благословение, иметь большую церковь. Самое большое благословение – это иметь большую верность в своем сердце. И поэтому Бог как раз этих людей использует, независимо, сколько их. Вот это учение и проповедь продолжалось до двух лет написано. То есть это не один день продолжалось, не одну неделю. И вот по этому поводу мне тоже хотелось сделать несколько комментариев. Когда мы беремся за какое-то дело, нужно задать себе вопрос, нужно спросить себя. Сначала мы все, так сказать, на эйфории и считаем, что мы будем долго и плодотворно трудиться. Но нужно спросить себя, серьезно намерены ли мы посвятить себя вот тому труду, к которому мы себя расположили. Насколько долго это будет продолжаться? Некоторые высокопрофессиональные адвокаты берут заведомо проигрышные дела для того, чтобы их выиграть. То есть они берут совершенно безнадежное дело и делают из него совершенно полезный результат. То есть люди берутся с таким азартом, с таким импульсом, чтобы достичь результата в своем труде. Это очень важный вопрос. Когда мы беремся за какое-то дело, мы должны знать, насколько долго и насколько серьезно мы будем работать в этом вопросе. И поэтому это для Бога важно. Насколько нас хватит на день, на неделю, на месяц. Ну, конечно, если служение оплачивается, хорошо компенсируется, то почему бы и не поработать как можно дольше. Можно и до пенсии, а можно и после. Это как бы ничем не удивишь в наше последнее время. Но что касается служения, то в своей сути оно всегда имеет добровольный и доброохотный характер. И поэтому апостол Павел всегда ссылался на свой пример и говорил о том, что люди должны доброохотно и добровольно служить. Не для гнусной корысти, добавляет он, а как для Господа сделать это и расточить себя. То есть полностью себя выложить для того, чтобы дело Божье было сделано хорошо. То есть вложить туда свое сердце, трудиться в этом усердно. Это добровольный, доброохотный труд для Бога, который он ценит. Поэтому мы должны спросить, насколько долго это продлится. Для Господа это важно. Окажемся ли мы верными в постоянстве своем? Ну, чтобы далеко не ходить за примерами, возьмем хотя бы наши библейские собрания. Вот именно так их называли в недавнем прошлом, каких-то 100 или 70 лет назад, когда образовался Союз Баптистов на территории бывшего Советского Союза. Тогда были эти библейские собрания, а потом перешли они в так называемые разборы. Мы сейчас называем их библейскими часами. Так вот, как бы сказать, хотя бы себя взвесим на этих весах и спросим себя, сколько раз и как долго мы занимаемся этим. Ну вот, если вспомнить, то это было как раз с мая 2018 года. И, как я уже сказал, мы на 105-й беседе, 105-й встрече, 105-й раз, 105-я неделя посвящена этому. Это достаточно долго. Даже по тем меркам, о которых пишет Писание, Павел в Ефесии написано, три года день и ночь со слезами учил учеников Господа. Об этом он говорит в отчете или в обращении к ефесским пресвитерам, когда они собрались на Мелитии и провожали его в Иерусалим. Он как раз и сказал, что я три года день и ночь со слезами учил вас. Здесь в 19-й главе, в 10-м стихе написано, что Павел проповедовал в школе некого тирана до двух лет. То есть за это время можно сделать хорошее дело. Так что все жители Ассии, это результат этого труда, это самая густонаселенная провинция Ассия, она находилась на берегах Агейского моря, очень плотно, так сказать, жители там жили, много там было людей. Они все написано слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Все это, значит, большинство или очень много. То есть это говорит о том, как много, как сильно может сделать человек или посвятить себя Божьему делу и служению людям и проповеди Евангелия погибающим. И для этого Павел сделал то, что он потом впоследствии, он предлагал, рекомендовал христианам делать из собственного опыта. Прежде чем отделить учеников, он сам себя отделил для служения. И, конечно, Бог использовал Павла. Тут написано, что это не заслуга Павла. Бог, в стихе 11 написано, Бог же творил немало чудес руками Павла. Павел никогда не сосредотачивал внимание на самом себе, на своем имени, на своем служении. Никогда не подчеркивал это. Он говорил, что Бог это сделал. В 1 послании к Оринфянам, 15 главе, в 10 стихе написано о том, что благодатью Божию я есмь то, что есмь, и благодать его не было тщетно о мне. То есть он всегда сосредотачивал внимание на Боге, чтобы не сосредотачиваться на себе. Хотя его духовный мир хорошо знал. И верховный, и тот, что под землей, они все знали его имя. Эти духи, которые потом напали на этих подражателей. В последующем мы об этом поговорим. Они тоже сказали, что Павел это достаточно популярная личность. Мы даже и не хотим с ним вступать в какое-то единоборство. То есть его знали, но он никогда не сосредотачивался на себе. Он говорил, что Бог использовал мои руки. Тут написано, Бог использовал руки Павла. Бог нуждается в наших руках. Это вывод из того, что мы прочитали. Бог нуждается в наших руках. Конечно, Бог может обойтись и без нас. И без нас, и без наших рук, и без наших проповедей, и без наших кафедр. Бог без всего этого прекрасно обходится. Но нам от этого пользы не будет абсолютно никакой. Нужно вот это понимать. Почему Бог призывает нас трудиться? Не потому, что Он ничего не может сделать без нас. Спирджин говорил когда-то, что Бог может благословить проповедь, не благословляя проповедника. Бог может обратить людей и без проповедника. Это абсолютно реальный факт. Даже вот если мы возьмем примеры Авраама в Уре Халдейском, или Моисея, где Бог его встретил у горящего куста, Ио на пыльной дороге, или, допустим, того же Илью под Можжевеловым кустом. Бог там говорил с людьми, с людьми Божьими, беспосредником. Непосредственно обращался к ним. То есть Бог не нуждается в нашем посредничестве. Он использует людей, чтобы иметь возможность сделать этих людей Божьих соучастниками своего плана, своей воли, и использовать его волю для того, чтобы сделать его дело. Не нужно думать, что когда мы где-то делаем благословенное дело, и люди видят, что это благословение, которое исходит как бы от человека. На самом деле никакой заслуги в этом нет. Просто мы исполняем его работу, и Бог это делает для того, чтобы мы стали соучастниками его дела, его славы. Так что здесь в нашем рассказе написано, Богу было угодно, угодно вот эти все чудеса сделать. Чудес было множество. Там написано, что в Ефесе Бог исцелил некоторых больных. Тут сказано даже по-другому. Здесь написано, что Он прекратил их болезни. Вот я довольно редко слышал в молитвах, чтобы человек молился не об исцелении, а о том, чтобы Бог прекратил его болезнь. Здесь написано, Бог прекратил болезни, остановил болезнь. Как когда-то остановил море, которое волновало. Здесь Он остановил болезнь. Спрашивается, почему сегодня этого не происходит? Почему сегодня не прекращаются болезни? Если болезнь начала прогрессировать, то никакие врачи, пилюли, лекарства, науки не помогают. И даже в последнюю очередь мы к Богу, конечно же, обращаемся и говорим, Господи, помоги. Уже все никто не помогает. И почему сегодня нет вот этого освобождения от злых духов или прекращения болезней? Да есть они, есть и сегодня они. Конечно, и люди исцеляются, и души освобождаются, и сегодня. Но если сравнивать с тем, что было тогда, то это большая-большая разница. И тут вопрос, почему сегодня не происходит того, что происходило тогда? Наша тема связана с тем, как Бог отвечает на наши молитвы. Как получить просимое поверье, когда мы молимся, чтобы Бог нам ответил и ответил положительно на этот вопрос. Вот вопрос сегодня главный. Люди иногда, они в растерянности, даже христиане, они не могут понять, почему человек так молится, почему церковь в таком количестве, такая большая церковь молится, а болезнь продолжается. В чем дело? И вот здесь нужно как раз посмотреть на эти события, которые там происходили. Неужели Бог не может творить чудеса сегодня? Он как-то изнемог или там устал, обессилел? Ну, конечно же, нет. Просто Бог желает сделать человека соучастником в своей славе. Но ему нужно найти этого человека, которого он хочет приобщить к этому труду. Исцеление, изгнание, освобождение и так далее. Бог ищет его и не находит. Если он и находится, или Бог его находит, то это один на миллион. Вот такая разница. У пророка Изяэль и Изякииля написано, «Искал я, говорит Господь, у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». То есть, Бог искал человека, среди всего этого народа не нашел ни одного. Вот такие сражения с духовным миром, они выигрываются теми, кто решился бороться до конца, бороться за истину. А кто будет бороться за истину сегодня? Кому это нужно? Когда речь идет о таких высоких ставках, никто не собирается соглашаться. Ну, в этом все дело. Поэтому чудеса редки, а исцелений, как говорится, очень мало. Поэтому люди перестали просто верить, доверять или буквально воспринимать слова Божии. Верить в слова Божии. Если написано, что молитесь с верою и получите все, о чем просите, мы не принимаем этого буквально. Ну, как это все? Ну, как это молитесь и получите? Ну, не может быть такого. То есть, мы перестали реально верить в Божье Слово, как оно написано. Поэтому и результаты такие. Люди не хотят, как пишет Павел в послании к римлянам в 12 главе, в 1 стихе, представить тела свои в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения нашего. То есть, нужно прежде всего вот это сделать. А это серьезный шаг. А может быть, как-то без этого можно обойтись? Неужели все должны идти на плаху? То есть, никто не собирается себя в жертву живую приносить. То есть, современные христиане, их не вдохновляют подвиги Яна Гуса, я не знаю, Саванаролы. Такие, как бы, примеры, они не ставят для себя, и такие цели не ставят. Лишь бы иметь разумное служение, как мы говорим, без жертвы, иметь служение в пределах разумного. То есть, чистый прагматизм такой, просчет. Мы просчитаем минусы и плюсы и посмотрим, будем мы браться за это дело или не будем. Если это будет, возможно, не напрягаясь, то, возможно, мы за это дело возьмемся. Вот, посчитаем наш бюджет и потом посмотрим, на что мы способны. То есть, вот такой подход сегодня, он стал просто, ну, нормальным, в кавычках говоря. То есть, он стал естественным для нас. Нас это даже не возмущает. Это все, как бы, ну, а мы живем, и мы должны чем-то питаться и как-то вот сводить концы с концами, как будто Бог этим не занимается и никогда не заботился о нашем куске хлеба. Почему мы тогда удивляемся вот таким почти нулевым результатам нашего труда или нашей жизни сегодня? Духовная жизнь, духовная жизнь, это не та жизнь, которая в течение двух часов в воскресный день с десяти или с девяти там до одиннадцати и потом с одиннадцати до часу. Не это имеется жизнь духовная. Духовная жизнь, она как раз занимает 24 часа, 7 дней в неделю. Вот, когда человек живет духовной жизнью, он должен понимать, что он перед Богом ходит и ходит всегда. И делает дела Божьи везде, а не только за кафедрой. Поэтому здесь Павел и говорит, представьте себя. Представьте, это не просто как пиджак одеть и потом его снять после собрания. Это значит посвятить себя, и это надолго. Вот Павел представил себя в полное Божье распоряжение. Господь Бог, стих 11, 19 главы, творил немало чудес руками Павла. Стих 12. Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Вот если бы о ком-то, или о какой-то церкви, или о каком-то человеке сегодня где-то в средствах информации, в социальных сетях написали. Представляете, такое произошло. Назвали время и место, и написали, что возложили руки или платки, опоясания, и у них прекратились болезни, и злые духи выходили. Наверное, бы толпы шли в эту церковь и к этим людям. Бог не изнемог. Бог это все может делать, но людей трудно найти. Здесь описаны вот такие новые подробности. Они сопровождались чудесами и исцелениями. Причем чудеса не просто были, это много чудес. Там в оригинале написано другое совершенно определение. Там написано, что это были небывалые, беспрецедентные чудеса. Таких, которых никогда никто не видел. Вот такого рода чудеса там творились. Бог там непосредственно действовал очень-очень сильно. Здесь написано о платках и опоясаниях. Причем здесь вот эти вещи. Платки – это, по сути дела, были части униформы апостола Павла. Он же работал, трудился. И вот часть рабочей одежды – был этот платок, который повязывался на лоб, придерживал волосы, повязывался на лоб и защищал глаза от стекающего с лба пота. Вот эти вот платки, которые использовались просто для работы и брались. То же самое пояса, то есть это те тканевые материи, которые сейчас превратились в ремни. А тогда были вот эти куски материи, которые они как раз опоясывали человека тоже во время работы. И вот брали вот эти части его одежды. И для чего это было нужно? А для того, чтобы вера людей, которые приходили ко Христу и приходили со своими нуждами, в том числе и со своими проблемами по медицине, так сказать, со здоровьем, они приходили, и чтобы им помочь и действенного, активного проявления веры добиться, они как раз и использовали это. Это не была какая-то особая священная материя, посвященная там где-то, покрапленная святой водой. Нет, это, я считаю, что очень важно, чтобы наша вера была действенной. То есть вера отдельно, которая не действует, это совершенный нонсенс. Это небывалое дело. Я даже не представляю себе, как настоящая вера может быть бездейственной. Эти две вещи, они неразделимы между собой. Вера не может по определению быть пассивной. То есть вера несуществительная. Вера, она не в голове, она несуществительная. Это глагол, это какое-то действие. Если вера действует, если вера есть, значит, она должна действовать. Если она не действует, то это просто не вера. Здесь, глядя на нас, мы не всегда действуем в отношении нашей веры. Когда мы говорим о вере, мы имеем в виду совершенно другое, чем оно было на самом деле. И чем оно должно быть по Писанию. Совершенно другое. И для чего вот эти платки, опоясание и прочее? Я полагаю, что в силу нашей слабости мы стараемся, как бы сказать, обеспечить себе некие условия, в которых бы вера могла хоть немножко проявиться, хоть немного стать действенной. Мы себе какие-то подборки изобретаем. Мы, написано, ходим верою, а не видением. Но мы на сегодняшний день на это не способны. Поскольку людей мало этой самой веры, они стараются видением усилить вот эту веру. Я скажу, такой случай произошел в Египте. Там эти волхвы, они абсолютно не верили, пока не появился этот видимый жезл, который превратился в змея, который съел, поглотил их, эти жезлы, которые стали змеями. И тогда они уверовали. То есть веру нужен какой-то костыль. И они думали, вот эти люди, которые там собирались с Павлом, они думали, что если что-то осязаемое будет, ну, допустим, платок, человек думал, когда на меня возложат этот платок, я исцелюсь. Это подпорка, костыль такой для веры. Ну, хоть так, чем никак вообще. Какой вывод из всего этого? Как сделать веру действенной? Как получить ответ на молитву, когда мы просим и опросим и получаем? Нужно надеяться не на платки, не на жезлы, не на ладонки, не на елей, не на какие-то видимые предметы. Потому что сила как раз Божья, она находится не в них. Здесь в словах Иисуса сила, здесь написано, только веруй. То есть веруй, несмотря ни на что, несмотря ни на что, что происходит. Даже если тебе кажется, что все идет совершенно противоположно, против того, о чем мы молимся. Вера всегда связана с ожиданиями. Как и надежда, вера связана с ожиданиями. Поэтому нужно спросить себя, чего мы ожидаем. Если мы постоянно говорим, да, эта болезнь такая тяжелая, что мне лучше не станет, а только хуже. Господи, ну ты помоги, но я чувствую, что мне еще хуже. То есть, чего мы ожидаем от Господа, так и работает вера. То есть, ожидаешь, молишься и получаешь. Вот в этом смысл или формула действенной веры. В этом суть действенной веры. Потому что в Евреям, в 11 главе, в 1 стихе, в определении веры, так и написано. Вера есть осуществление ожидаемого. Если человек ожидает, что ничего не получится, так оно и будет. Это называется вера с черного хода. Это говорит о том, что вера действует в плохое. И она обязательно сбудется. Вера в любом случае работает. Только она работает против нас. Когда мы сомневаемся или боимся, или говорим, что ничего хорошего ждать не будем. Ну вот, во что человек верует, что он ожидает, он и получает. Поэтому здесь Павел советует так. Ожидаешь, молишься и получаешь ожидаемого. Так работает вера. Поэтому, когда мы молимся и желаем получить ожидаемое от Господа по вере, нужно ожидать и ожидать до конца. Несмотря на то, что бы происходило после нашей молитвы или во время нашей молитвы, всегда ожидания, они приводят к результатам, которые прославляют Бога. Бог хотел бы, чтобы ответить на все наши молитвы. Нужно проявить веру и ожидание, и упование на Бога. Положиться на Господа. Это суть веры. Пусть Бог благословит нас и поможет в этом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok